здорово народ добро пожаловать на канал миклуха макфлай канал у меня исторический да и сам я немножко историк и сегодня мы в экспедиции в нормальной исторической экспедиции вот здесь козловский вал 17 века и наша задача на сегодня нанести его на карту провести топографическую съемку правильно это называется топографическая фиксация памятника в общем буду потихоньку вам рассказывать уже были приключения уже застрял немножко тихо раскачиваем отличный отдых прет прет и план на сегодня пройти 8 километров по полям погнали мы находимся между селами чебоксары и челнавские дворики которые уже заброшены идем с вами на самом деле по старой московской дороге где-то здесь она проходила вдоль вала и поэтому многие путешественники 19 лет которые ехали они воспоминаниях оставляли описание вала курганов которые рядом с валом есть вот наша задача в районе челнавских двориков найти курган который не стоит на охране его зафиксировать вот там надо заняты ну и тут надо сейчас я gps посмотрю а вот он да сейчас по валу идем вдоль вала и тут видимо брошенная деревня чернавские дворики и вот находки пошли кованая кусочки керамики вот венчик вот стенка сосудов тут керамика археологи говорят положи все на место придем соберем вот горшок ну такая работа археолога ходишь камешки земли поднимаешь и наносишь на карту а там у нас сашка с навигатором gps и он сразу пробивает все находки отмечает их навигаторе вот керамика вот керамика вот так выглядит деревне заброшенный 100 200 лет назад прикольная штука но какого-то горшка керамического ребят уже далеко ушли надо догонять этот участок валу мы видим практически не сохранился как раз вот эти жители челнавских двориков следы которую мы сейчас с вами смотрели они красные забрали распахали значит вот этот весь вал но дальше он пойдет очень хорошо сохранившийся здесь вот мы стоим вот единственно это уже волга это вот остатки вала где тут мы стоим видеть небольшой бугородок остатки одного из городков он был массивный здесь получается здесь укрепление стояли да здесь ушел вот это осадки рва его тоже запахали но он сейчас читается вот эти большие городки они ставились там где во первых есть вода чтобы охрана могла как бы да то есть воду водой пользоваться но самое главное это самые уязвимые места были потому что здесь вал насыпать было значит не эффективно то что размывался постоянно вот и поэтому здесь более облегченные укрепления ставили ну типа надолбы там тарасы надо ставили татары здесь часто прорывались поэтому здесь ставили такие большие городки более насчет массивные и использовали очень хорошо дельеф вот здесь вот помежду в развилке балки как раз стоит этот городок который вот мы сейчас квадрокоптере друзья мы с вами нашли городок который ранее был не учтен вот по исследованиям революционным по исследованиям пятидесятых годов 73 плюс жилые стоялые тут разные городки были то есть вот по краям этого вала были два жилые городка челнавский и значит бельский были по краям два стоялых городка челнавский и бельский с одинаковым названием точно жилой понятно там жил гарнизон вот он больших размеров и вот такие вот земляные башни и еще стоялые городки маховой там ярославский то есть от разные типы городков мы сами стоим на так называемый земляной башни это что-то типа таких укреплений типа редута да то есть четырех сторон значит укрепленный для флангового обстрела либо типа ридан это если с одной стороны то есть как бы 2 а где татарская сторона там татарская сторона там да но на валу есть укрепление и с русской стороны потому что татары могли обходить в тыл и задача была не только значит препятствовать тому чтобы они проникли но и тому чтобы они с награбленным не могли быстро уйти так это выглядит вот собственно ров идет я стою внутри рва вот а здесь земляной выступ такой собственно здесь была башня и она охраняла татар сейчас мы фиксируем сашка фиксирует его на gps . мы его весят снимем со всех сторон и все будет еще один археологический памятник вот так это происходит на самом деле просто идешь-идешь раз нашел что мы сейчас вами стали свидетелем археологического небольшого но все-таки открытие собственно вот так происходит фиксация памятника человек с фотоаппаратом человек с линейкой сейчас отфоткаем коптер поднимем снимаем и все городок который мы сейчас нашли мы отошли в поле проверить вот там один объект вот и смотрите вот так выглядит дом 19 века запаханный вот видите куча камней керамики кирпича битого собственно это вот есть но это в принципе же археологический памятник потому что уже больше ста лет вот но он нанесенный вот там еще смотрите вот крест стоит вероятнее всего это от деревни было кладбище или церковь вот в этих кустах это мы сейчас узнаем так мы добрались до креста вокруг ничего чтобы вы понимали вообще ничего километров на пять вот это вот вот этого тут городок через 300 метров там еще один городок зачем крест непонятно нас тут сегодня не только археологические находки но и природные достопримечательности смотреть как выгорело в нем костер разводить а может и молния попала вот смотрите друзья чтобы понимали как выглядит курганы это вот кусты а вот это вот это это курган видите небольшое возвышение здесь один за кустами 2 там курганная группа эпохи бронзы может дойдем до нее поснимаем тоже не нанесенные памятники не зафиксирован а вот городок который был нанесен просто мы сейчас его отфоткаем дополнительно вал и вот по кругу идет такое расширение вал туда дальше уходил и вот здесь тоже стояла земляная башня вы понимали масштаб мы сейчас будем вот всем проводить высота линейки 4 метра ну и собственно высота вала 4 метра сейчас но это прошло 400 лет вот представьте сколько это было и глубина рва и высота вала это было совсем по-другому главная задача была препятствия проникновения кони конного отряда как с той стороны так и с этой чтобы они ушли но хотя не могли уйти наши создобычи да поэтому здесь ров ну примерно перепад 1 рва до вершины вал там 5-6 метров то есть это очень глубокий рог скорее всего вот эта вариация вала была насыпана восьмидесятые года то есть он постоянно ремонтировался восьмидесятые годы какого века 17 века то есть в тридцать шестом году началось его строительство сначала мячуринск козлов был построен вот и вот это остепленный участок между рекой пальной воронеж и река челновая где не было леса где татары постоянно проникали в рязанские места насыпали вот этот значит вал ну то есть вам мы говорим вал на самом деле это эшелонированная система обороны то есть вот вал ров ров мы видим здесь с русской стороны да то есть как бы пусть он не вводит заблуждение да то что татар могли в тыл зайти но самое главное что перед значит и с русской стороны и с татарской на расстояние выстрела от этого вала шла еще линия надолго то есть деревянные до столбы в копы а сейчас они как-то фиксируются нет нельзя вот отойти туда на 100 метров найти их они скорее всего запаха может быть удастся как-то на хронологию определить то есть какие городки какой формы пораньше были были заброшены там или не использовали круглые выступы есть значит зубцы так называемые риданного типа есть маленькие есть большие есть выступом в русскую сторону и в татарскую есть только с выступом в татарскую есть только с выступом в русскую то есть здесь целый ряд вариантов это целая научная работа будет по типологии этих городков которые потом мы попытаемся связать уже с конкретными фортификационными укреплениями то есть риду редут редан флеши там и так далее то есть уже фортификации которые более позднее чтобы ну что это за типы были то есть вот тут интересная работа интересный исторический парадокс артем та страна татарская страна русская сейчас на русской стране поле на татарской березки понял так друзья мы уже в пути часа четыре наверное и нашли какие-то углубления на валу мы сейчас фиксируем непонятно что это возможно это был какие-то укрепленные точки вот видите вот углубление дальше и через равное количество метров есть такие углубления собственно в источниках нет информации что это такое поэтому есть сейчас мы правильно все зафиксируем запишем замеряем возможно это очередное открытие и мы какую-нибудь древнюю фортификацию нашли почему нет так друзья теперь немножко разрушенных памятников вот на этом месте тоже стоял городок такая же крепость но самая большая из того чтобы всем встретили утро и вот тут линии электропередач но и вероятнее всего когда и строили городок разнесли хотя еще буквально 50 лет назад он был на картах так к слову о устройстве вот это вал потом такой выступ называется берма и собственно ров татарская страна с нашей страны бермы нет просто сразу ров последний раз обследование этого участка проводилась в 1953 году собственно с тех времен здесь не было ученых археологов и вот как раз этот городок на котором мы сейчас были он с тех времен разрушен хотя в 53 году он еще стоял вот общая протяженность где-то 22 километра того участка которому сейчас находимся опять же говорю наша задача сегодня пройти 8 километров завтра продолжим на самом деле друзья это занятие больше утомительные чем веселые мы просто идем километр за километром периодически фотографируя вот но сейчас возник вопрос мы встречаем на пути вот такую ягодку вот и понятия не имею что такое есть такая ягода есть шиповник шиповник мы едим а это пока боимся в общем кто знает друзья что это пишите в комментариях будет интересно узнать вот такой друзья у меня сегодня получилось видео нам немножко экспериментально никогда не снимал на раскопках разведках вот именно научную сторону в нашей деятельности не знаю может быть вы что-то узнали новое может быть есть что написать в комментариях пишите это был миклуха макфлай подписывайтесь ставьте лайки любите историю пока пока